Дальше я напомню, мы двинулись, переночевав в Николаеве, я был в Николаеве, к сожалению, по Николаеву я сильно не погулял, но, тем не менее, дальше поехали в Херсон. Херсон чем примечательен, вы понимаете, какая штука, там фронт проходит, там линия фронта проходит прямо по берегу, несмотря на то, что в зоне города, где я был, там в центре у берега Днепра, я не дошел несколько сот метров, туда нельзя подходить, потому что очень опасно летают орланы, вот эти разведывательные беспилотники, прилетают ударные беспилотники, постоянно авиационными бомбами бьют по городу и, в общем, и другими средствами. Еще какое-то время назад достреливали обычным стрелковым оружием, убивал снайпер людей на берегу города, я подчеркиваю, мы сейчас говорим о Херсоне, но украинские войска продвинулись на левый берег, они сейчас занимают, меня тут поправляли село, я на русский манер называл Алешки, Олешки, ну, не будем цепляться к словам, значит, не сразу это все усваивается. Действительно, украинские войска, вооруженные силы Украины уже находятся на левом берегу, создавая плацдарм для движения, для движения войск, украинских войск, вглубь левого берега, вплоть до перешейки. Я не говорю, что это будет завтра, я не говорю, что мы это увидим прямо вот завтра, но это для этого делается. К тому же, как сегодня заявил, насколько я понимаю, генштаб ССУ, что уже даже тяжелая техника на левый берег передислоцирована украинских войск. Поэтому берег-то может относительно и стал безопасен, но туда достреливают и артиллерии, и все на свете. Сейчас вы увидите третью запись, я ее выкладывал только в телеграм-канале, ее многие, может быть, не видели, но она, мне кажется, тоже представляет интерес. Давайте на нее посмотрим. Я прямо нахожусь у берега, где периодически убивают людей. Просто в этот день мне хорошо повезло, и моим друзьям ничего опасного с нами не произошло. Хотя это вот место, куда что-то да прилетает. В Резаре, кстати, там много разбитых зданий вдоль берега. Давайте посмотрим на экран. Здесь за спиной у меня Днепр, Херсон, и добрались мы до этой точки. За моей спиной, если вы видите, берег Днепра, он простреливаемый, там серая зона, туда нельзя попадать непосредственно. Но, тем не менее, вот сейчас мы вам его покажем, как он выглядит. Смотрите, берег Днепра. Дальше уже Олежки, немножко вбок, позиция уже вон Силу Украины. До позиции российских, 4 километра максимум в отдельных участках, ну 5-4 километра острова. Вот, такая вот диаграфия. Все, всем пока. Ну вот, это третья запись, которую я вам хотел продемонстрировать. Есть еще кусочки, есть еще большие мои такие записи, которые я делал на профессиональную камеру. Пока они еще не готовы, они должны пройти цензуру. А после одобрения я, наверное, смогу какие-то вещи тоже выкладывать, вам показать. Ну, что сказать. Не все можно сразу, это то, что я записывал на телефон. Может, это пониже качеством, хотя, по-моему, вполне смотрибельно. Ну, в общем, Херсон был последней точкой. Дальше я уже был в Одессе. В Одессе тоже я сделал небольшие записи относительно Спаса Преображенского. Кстати, храма, который тоже был разрушен обстрелами российскими ракетами. Вот, это в центре Киева. Не так сильно далеко, насколько я понимаю, от центра там оперного театра и так далее. Вот там, значит, разбит был этот храм. Я тоже записал такое. Представляете, это бодное дело. Российские войска охранили, значит, православный храм в Одессе. Тоже, ну, интересные такие коннотации возникают, да. Кто за что и зачем воюет. Итак, несмотря на то, что я вот уже 30, там, почти 2 минуты вещаю, общий вывод следующий. Конечно, я много с вами разговаривал на канале с гостями, с самостоятельных вверх, с Аленой Курбановой, рассуждая о географии Украины, Востока и Юга, относительно продолжающейся войны, перспектив отронаступления, ситуации на фронте в целом. Это важно, чтобы, когда я с вами буду разговаривать в дальнейшем, у вас было представление о том, что Фегин об этом говорит неумозрительно, с дивана, да, рассуждая о каких-то политических. Я не беру военный аспект, я не военный эксперт, не претендую на это, на это надо было заканчивать военное училище, нужно было проходить в армии службу соответствующую, быть там, не знаю, офицером, экспертом, специалистом, кем угодно, да. Я этого не делал, поэтому я на эту экспертизу не претендую. Но я все равно считаю, что политическая экспертиза, или так выразимся, военно-политическая экспертиза, имеет значение, потому что, ну, во-первых, разные экспертизы имеют значение, анализ ситуации, он должен быть разнообразным. Но мое глубокое убеждение, что только непосредственно наблюдая за театром этих военных действий, бывая в этих местах, мнение становится весомым, доверие к нему повышается. И вот вы, как зрители, вы, как зрители моего канала, относитесь к этому с большим доверием, именно в силу того, что вам непосредственно предоставляется информация от человека, который претендует на ее весомость. Я не буду называть именны, фамилии, ни на кого ссылаться. Дело не в этом. Но когда я иногда слышу от разных экспертов, выступающих на украинских каналах, ну, не только на них, какие-то вещи, которые касаются ситуации на фронте, о том, как и что происходит в тех или иных его участках. И даже без посещения моего этих участков фронта, в общем, складывается впечатление явного дилетантизма этих людей. Причем я сейчас не беру военную экспертизу. Это вообще отдельная сфера. Там пусть военные друг с другом разбираются, спорят, дискутируют, кто там более основательный, кто нет. А я говорю о политической оценке, о перспективе движения фронта. Таких вещах, которые доступны для понимания людей, ну, в общем, информированных. Мне кажется, что если бы большая часть этих экспертов все-таки попадала в те места, в которых вот я оказался, ну, либо они были бы осторожнее в своих оценках, либо более сдерживались вообще выступать по разным поводам бесцельно и бессмысленно. Мне все-таки кажется, что выбирая информацию, получаемую из непосредственно канала Фейдин Лайф, вы себя не объединяете, а наоборот даете себе больший диапазон информации, который необходим для понимания того, что сейчас происходит и будет происходить в дальнейшем. И поэтому мне важно, как человеку, как эксперту, который претендует на некую эксклюзивность, побывать в таких местах, доказав тем самым, что, во-первых, я могу это сделать и предоставить вам эту информацию, пусть она скудная, пусть она не такая обширная, но вам она будет интересной. А во-вторых, ну, укрепить свой авторитет в этом смысле. Для меня важна авторитет, для меня важна репутация. Я, извините, не рассказываю сказок про Путина в холодильнике. Я таких вещей не делаю, никто от меня их не слышит. Я бываю ошибаюсь, в некоторых оценках, прогнозах бываю ошибаюсь. Но эти заблуждения, они носят часто объективный характер, так сказать. Всего не предусмотришь, я не являюсь вангой, не могу рассказывать вещи, которые я предвижу, как провидец и так далее. У меня нет провиденциального дара. Я просто анализирую. Часто, зачастую, вместе с вами. Какие-то вещи мне приходят в голову благодаря этому общению. Ну, пусть вот одностороннему, такому, как сейчас. Мой вывод тот же, еще раз его повторю. Перспектив захвата Украины нет российских войск. Перспектив захвата ближайших участков фронта, вот там, где я побывал, Купенское, Орехово, Херсона. Перспективы такой у российских войск нет. Продолжение следует...